Выхование с Могилевской детской школы Мастатства у номер 2 Павел Антошкин стал лауреатом 8-го международного конкурса юных выканавцев на народных инструментах имя Андреева. Это один из самых престижных конкурсов в своей истории. С юным талентом сразу по приезде Санкт-Петербурга сустрелись наши корреспонденты. Налеко упало шмат разных конкурсов, и хлопчик признается, что на эту делу перемога у одним из них затвердили решение заниматься баяном. Умару он про иншее. Я захотел пойти в музыкальную школу, но сперва я хотел идти на гитару или на фортепиано. Но так сложилось, то, что Валентина Степановна настояла на том, чтобы я пошел на баян. И, як оказалось, недарымно упало с оправды талент. Валентина Степановна каже, одразу его зауважила сярут инших. Сразу же с первого класса как-то я стала его вести-вести, и решила подготовить к конкурсу республиканскому по младшей группе. И во втором классе он выступил, и я считаю, что это успешно выступил он, второе место получил. На конкурсе Павел отшивал себе довольно упыненно, однако, каже, на другое место особливо не различовал. Я рассчитывал хотя бы на третье место, потому что жюри было серьезно, были очень серьезные дети, были сильные. Я, ну, на второе место я думал, да, но это было бы в самом лучшем случае. У Знагорода выник пленной працы Павла и его наставницы. Валентина Степановна старается дать юному таленту, как мага больше, в профессийном плане. Тем более, что и Павел свою будущую плануя связать с музыкой. Хочется в дальнейшей жизни показать, что я чего-то достоин, что я что-то могу в плане музыки, чего-то достичь. Ну, а там уже что-то решать дальше. А рухаться в этом направлении можно уже и зараз. На конкурсе заслуженный артист России Олег Шароу зарабил Павлу Тякову и Парканову. Проехать в Утшице у Петербурга. Однако юный талент, поколь сомневается, Бог любит свой город. Алина Вильщанкова, Миколай Соболев, Новинирегион.